У нас сегодня большая программа, и вот Садуприя Прабу, он немножко расскажет, что здесь будет происходить сегодня, и представит нашего специального гостя. Я очень рад поприветствовать вас всех сегодня в этом зале. Добро пожаловать! Я знаю, что многие первые пришли в этот центр. Особенно я хотел поприветствовать самый почетный человек, который сегодня первый посетил этот центр. Это Александр Геннадьевич Хакимов, Чайтанчандр Чаран Прабу. Поэтому давайте его поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ И так же, Михаил, поприветствует супруга Чайтанчанчанр Прагу, Матадигаура Чандрика. И так же, Михаил, поприветствует. АПЛОДИСМЕНТЫ Для нас большая честь, что Чайтанчанр Прагу посетил этот центр. Это первый раз он находится в этом центре. И мы очень надеемся, что его приезд будет чаще, то есть по часу он будет приезжать в этот центр. Потому что все московские общины очень ждут, они хотят, чтобы Махарадж по часу приезжал. И поэтому давайте все раз мы проявим вот такой, дадим знак, что действительно мы хотим, чтобы он часто приезжал. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хотел представить Александра Геннадьевича Хакима для тех, кто первый раз пришли сюда. Александр Геннадьевич является психолог, философ, художник, путешественник. И он ездит по всей СНГ из-за его предел и распространяет бедические знания. И сегодняшняя тема его лекции является семейной жизни. Гиргаста Асрам. Я думаю, эта тема очень актуальна на сегодняшний день для всего человечества, чтобы действительно была гармония в семье. Поэтому давайте очень внимательно будем слушать и будем также применять его в своей жизни. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ То есть сегодня впервые, поднимите руки, пожалуйста, я посмотрю. Первый раз. И сразу Харе Кришна, как это? Так же не бывает. Слишком резкий контраст культур. Знаете, в 80-х, 90-х это тоже удивляло, но люди понимали. Понимали, потому что был кризис какой-то. И поиски, и крайности. Ну и не только Харе Кришна было, всякое было. Плоть до рэкета и бандитизма. Неожиданности много было. Поэтому как-то мы еще вписывались в ту культуру. Так, крайности были. Понятно почему. Перестройка. Все просто вверх дном. Наше коммунистическое представление вдруг разрушилось. Знаете, позже из-под ног ушла. Это можно было понять людей. На нас смотрели со страданием, с сожалением. Люди такие разумные. Как бы думали, ну вот, они уже с ума сходят, потому что несчастные. Не знают, что делать. Поиски. Но хотя интересно. У них ведическая философия. Это интересно. Мы даже готовы помогать вам в чем-то. Потому что оно как бы доброе начинание. А сейчас, сейчас мы должны увидеть одну вещь, что сознание Кришны, так как назывался Прабхупада, или как в Бхагавадгите сознание Васудевы, то есть много терминов есть, чтобы обозначить это сознание, оно на самом деле естественное, органичное. Если вы посмотрите на одежды, то удивитесь, несомненно. Но если заглянете в сердце, вы увидите, что это то, что мы ищем. Я как раз об этом немножко скажу. Вот сначала попоем чуть-чуть, настроимся на лекцию. Меня просили говорить о грехах с хаушами. Это больная тема в мире. Серьезная тема. В кризисе Европа, в кризисе западная часть планеты кризис испытывает. В России тоже мы видим серьезный кризис в семейной жизни. 70% разводов и 100% зарегистрированных браков. Я слышал статистику, 600 тысяч браков ежегодно распадаются. Примерно так. 600 тысяч браков распадаются ежегодно. В общем, подавляющее количество сейчас семей терпит крах. Это очень больно. Вы же знаете, да, что такое семейная жизнь, когда вы чувствуете привязанность сердечную, когда вы рассчитываете прожить всю жизнь, вы доверяете, вы имеете надежду на счастливое будущее, и вдруг вот такой результат, страшный, травма, развод, он может сопровождаться ненавистью, проклятиями или изменами. Ну, страшная эта картина. Как говорится в ведах, развод затрагивает все сферы жизни человека. Во всех сферах приводит беспокойство и страдания, он пронизывает. Поэтому в ведических книгах, в любых священных писаниях вы найдете, что разводов быть не должно. То есть ведические писания или священные книги, они оберегают нас от страданий, чтобы не увеличились наши страдания, свести их к минимуму. И в конечном итоге цель духовной практики вообще освободится от всяких страданий, которые порождены материальным существованием, привязанностями ложными, ложным чувством собственности. Это все в ведах подробно описывается. Не беспокойтесь, что это санскритская терминология. Это хорошо, потому что благодаря санскриту знание хранится. Это хорошо, что есть оригинальные тексты, сохранились классические веды. Это замечательно. Их нужно изучать, исследовать и применять, несомненно. Это знание, оно поможет. И если Россия не встанет на духовный путь, то, вот лично мое мнение, миру больше никто не поможет. Ну вот Индия есть еще. Но Индия, она более стабильна, чем Россия страна. Она не склонна к революциям, как Россия. Россия, она еще и революционер. Если мы приняли духовную культуру, то плюс еще наш революционный дух. И таким образом можно что-то изменить в жизни. Поэтому мое мнение, что если Россия не встанет на духовный путь серьезно, миру вряд ли кто-то поможет. Однополые браки сейчас уже узаконены. Вы знаете, что это такое. Это конец цивилизации. Именно так обозначается. Если эти вещи становятся законом жизни, то это конец цивилизации. У нее нет будущего. У нее нет будущего этой цивилизации. Но Россия, она против. Недавно мне, буквально сегодня, прислали статью, ссылку на статью в интернете, где одна женщина преподает в школе. И там девочки у нее, лет 12-10, вот такой вот возраст, такой как раз ответственный. И она заметила, что одна девочка по-другому одевается. Она более скромная. У нее по-другому пошита одежда. Она не ходит на общие встречи, вечеринки. И она заинтересовалась, что там в семье, почему отец не пускает ее, как сказали некоторые другие в школе, что он деспот. Но оказывается, человек просто очень боялся, чтобы дочь не попала под дурное влияние. И прививал ее почти практически в физическую культуру, чтобы женщина была скромной, трудолюбивой, обладала такими внутренними качествами. Там целая статья, потому что это вызвало целый фурор в школе, вообще вызвало это поведение девочки. Просто скромная, обычная, которая должен иметь человек эти качества. В школе это был взрыв просто. Обвиняли отца, обвиняли семью, что это какой-то сектант, не сектант. Но там статья позитивная. В результате она собрала многих родителей, поговорила, и они пришли к выводу, что, собственно говоря, это хорошая культура, это правильная культура. Вот эти интересные вещи происходят в России сейчас. То есть пересматривается заново, вот эта новая русская культура уже пересматривается. Она просуществовала всего лишь ну несколько десятков лет. Пару десятков лет, чуть больше. Теперь люди чувствуют, что нужно что-то пересматривать, переделывать заново. Коммунизм дольше существовал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Можно сюда подниматься, если нет места, сюда садитесь. ДимаTorzok 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 Просто спиться можно, нация может спиться. Люди могут распущенную сексуальную жизнь вести. Ради чего? Тут нет какого-никакого высшего смысла. Они забыли про него, его в жертву предложили. Ради чувственных наслаждений – это приятное удовольствие. А что еще в жизни можно получить, кроме чувственных наслаждений? Вот эта идея чувственных наслаждений является коренной проблемой мира. Мир, как говорится, сошел с ума от чувственных наслаждений. Вот такие есть выражения еще. Люди стали просто сумасшедшими. А они не понимают, что нужно делать, что не нужно делать. В системе йоги это называется яма-нияма. Сначала нужно разобраться, что хорошо, что плохо. В религиях это называется заповеди, которые тоже говорят, что плохо, что хорошо. Одна категория, то есть нравственность. Витхи, нишеда, правила предписания какие-то. Сначала нужно усвоить, чтобы начать цивилизованную жизнь, нужно усвоить яма-нияма. Витхи, нишеда, что на самом деле хорошо для меня и для других, и что плохо. И отказаться от дурных вещей, и принять хорошие вещи. Ну, конечно, есть сложность. Я понимаю, это все красиво звучит. Но вы знаете, эти хорошие вещи, они потеряли вкус. Даже когда я делаю, согласно правилам и предписаниям, я не чувствую, что это как-то заменяет мне чувственное наслаждение. Но что может сравниться с ЛСД, скажите мне? Что вы можете предложить? А, нет у вас ничего, видите? Что, вы Харикришна мантра? Ну, а как это можно с ЛСД сравнить? Вот, вот, вот. То есть я даже хорошие вещи, когда я делаю, я не чувствую уже такого же большого счастья. И все же сексуальная энергия, она сильнее, мне кажется, всего на свете. Сильнее вашей духовности, сильнее этих представителей об абсолютной истине. Нет, нет. Люди глубоко заблуждаются. Очень глубоко. Потому что, чтобы достичь хорошего, сначала нужно очиститься. Мы не можем стать хорошим просто следуя правилам и предписаниям. Просто сменив одежду. Если я одеваю ваишнавскую одежду, это не означает, что я стал уже ваишнавом. Если я поставил телок на лоб, не означает, что достиг уже сознания Кришны. Бхага в этом говорится. Нужно много прожить жизни и много раз умереть и снова родиться, прежде чем мы можем встать на этот путь. Причем не просто рождаться и умирать, а совершать много усилий всей этой жизни. Это не так просто развить истинный вкус жизни в сердце, равному которому не существует ничего. Состояние самат и транса, ананда чинмая пьясат, это наслаждение высшего уровня, это счастье, равных которому нет ни в каких мирах. Счастье имеет совершенно запредельную природу, оно из духовного мира. Здесь же люди ищут крупицы какого-то счастья, в борьбе, в суровой, или в тяжелом труде, в поте лица и крови, говорится, чтобы просто крошку чувственных наслаждений получить, как то строится, красиво жить, вкусно поесть. Был такой, когда-то, Чарвакамуни. Знаете Чарвакамуни? Новые люди не знают Чарвакамуни. Знаете, вы очень хорошо знаете, сейчас вы все услышите. Вы очень хорошо знаете, просто имя первый раз слышите. Мы все с вами последовали Чарвакамуни. Очень удивительно, как это произошло. Мы даже не знаем основательную Ачарию, но мы все его ученики. Я скажу его доктрину. Очень простая и очень привлекательная, всем понравится. Но преданно отвергают ее. Он собирал людей больше, чем эти залы. Потому что он говорил, все люди должны есть масло ги и ездить на слонах. Ведь у вас никакой реакции вообще нет. Надо привести на современный язык. Тогда вы подумаете, да, это что-то. На слонах, у нас тут слонов-то в Москве нет вообще. Что за экзотика такая? И масло ги это что? Мы его в жизни никогда не видели. Масло из нефти сейчас гонят. Масло ги это самый сатвичный чистый продукт. Куда его не добавите, будет вкусно. Это очищенное топленое масло. Это редкость. В деревнях, может быть, еще и делают. Я не знаю. Может быть, даже уже не везде это делают. Даже в Индии трудно найти масло ги настоящее. Оно дорогостоящее. Если вы зажигаете из него светильник, от него даже дыма нет. Это очень чистый продукт, чистейший. То есть благодаря этому маслу можно совершать специальные яги. В огонь предлагают. Именно очищенное топленое масло. Сейчас ее очень трудно добывать. И вот он говорит, люди должны есть масло ги. Вот вы рис приготовили обычный, добавили масло ги. Это деликатес. Вы овощи приготовили на пару, потушили, добавили масло ги. Деликатес. Немножко специй. Незаменимый вкус. А если еще и с сахаром смешать? Масло ги и сахар. Представьте себе. Это такие еще молочные сладости. Это вообще самое вкусное. Простое чудо называется. Просто, но чудесное. Равных вкусу не бывает. То есть это что-то очень потрясающее. Знаете, каждый день есть масло ги вообще. Да еще с сахаром. И вчера в коммунии-то говорил, вы должны есть масло ги. Люди все улыбались. И соглашались сразу же. Конечно же. Мы должны, должны есть масло ги. Но нашим современным языком мы бы сказали так. Мы должны жить так, что вот, когда холодильник открываете, там есть все, что вам нужно. И выпить, и закусить. Ну, там все ваши вкусы. Вот так нужно жить. Это вот вчера в коммунии сказали. Вместо масла ги мы приимем холодильник и продукты там необходимые. Любимые. И на слонах ездить. Тоже нужно разъяснить. Никакой реакции не вижу совершенно. Ну, в Джайапуре вы можете еще увидеть этот феномен. Там царские дворцы располагаются на вершине холмов. Царские. Но туда дорог нет. Как что-то добраться. Скалы, там, знаете, горы такие. На слонах. Слон идет по бездорожью, как плывет облако. Знаете, вы не чувствуете. Это лучше, чем Мерседес, я вас уверяю. Это просто как аэроплан, знаете, такой вот. Просто взлетает туда слон. По бездорожью идет. Как по маслу ги. И вот все люди должны есть масла ги и ездить на слонах. Мы бы сказали, ну, ездить на Мерседес Прада. Есть такой Мерседес Прада? Нет, это джип Прада, да? Тойота. Тойота. Я извиняюсь. Я в марках не очень ориентируюсь. Ну, какая самая крутая машина сейчас? Брамачария не знает. Тут есть настоящий грехастки, нет? Мерседес? Мерседес. Мерседес будет хорошо. Сколько он стоит? Пять миллионов чего? Рублей. Не так много. Для москвичей это не так много. Согласны? Все, что тут едят масла ги, ездят на Мерседесах. Червак Амунит сказал, мы делаем это все. И люди все радовались, просто аплодировали, как он понимает нас вообще. Откуда он знает наше сердце? Посмотрите, мы все смотрим друг на друга, все согласны. Нет разногласий. Мы все едины в этом желании. Точно он угадал масла ги, и Мерседес, и слон, все, и вы счастливы? Но у нас один вопрос, Гуру Джи, одна проблема. Какая? Спросил Червак Амунит. У нас нет масла ги. И слонов тоже нет. Значит, слона содержать дорогостоящее удовольствие. Он очень дорогой вид транспорта. Он за день съедает 40 килограммов пищи. Значит, сколько нужно кормить его, работать. Маловерный, говорил Червак Амунит. Боже мой, у вас веры нет вообще, и на грамм даже не хватает. Вы ничего не поняли, слушая меня. Ничего не поняли. Не в этом дело, что у вас этого нет. А дело в том, что это должно быть любой ценой. Потому что смысл жизни имеет нам наслаждение. Один раз живем. Вы не должны думать, что у вас чего-то нет. Вы должны добыть. Но у нас нет денег, чтобы врести все это. Глупцы. Но у настоящее глупцы. У них денег выпросите. Пойдите на любые уловки, выпросите. Придумайте что-то, солгите. Главное – получить деньги. Либо займите и не отдайте. Ну нет, потом и все. Либо украдите, но без свидетелей. Потому что главное есть масла ги и ездить на слонах. Вы понимаете, в чем смысл, суть жизни? Все остальное – предрассудки, которые вам мешают. Есть масла ги и ездить на слонах. Нет денег? Выклинчайте. Можно занять, не отдать. Можно своровать. Ну, только смотрите, чтобы не было свидетелей. А, Гурджи, ну это может быть… Но только еще одно сомнение. Но мы слышали из ведических книг, что последствия будут в такой деятельности. Если мы начнем воровать и начнем так поступать, то карма. Факт. В следующей жизни же придут реакции потом. Вот какие глупые последователи. О чем вы думаете? Посмотрите сюда. Вот, вот крематорий. Вот, что будет с вашим телом. Вот во что он и превратится. Какие свидетели, какая карма. После. Один раз живем. После меня хоть потоп, хоть трава не расти. Главное – масла ги и слоны. И вправду, что это мы все в голову били, все эти ведические проблемы. Реинкарнация, карма. Ведь точно смысл-то жизни. Наслаждаться. Люди последователи червакамуни. Материально-техническая база. Вот, что важно, важнее всего на свете. А этому предлагается жертва все. Но Парупада привел очень, очень хороший, простой пример. Он сказал. Представьте, что у вас есть машина. Вот эта самая Мерседес. И масло, чтобы смазывать эту машину. И тряпки, чтобы протирать эту машину. И горючий, чтобы заправлять эту машину. И запчасти, чтобы менять детали в этой машине. Машина олицетворяет тело. А я – хозяин душа. И вы так заботитесь о машине каждый день, что сами забываете поесть. Если вы так увлечены этим, что сами вы забываете поесть. Настанет день, когда у вас не будет сил даже протереть свою машину. Она придет в упадок. У вас не будет больше сил. Согласны с этим? Почему червакаму я не говорил об этом? Все успешные материалисты приходят к этой черте, когда они не знают, зачем жить вообще. Со всем этим вместе взятым. Что делать дальше, я не знаю. Бессмыслица какая-то. Человек без смысла жизни не живет. Это самоубийца потенциальный. Атмахана, санкредитивый называется. Если не дать ему смысла жизни, он не живет полноценным образом. Он превращается в животное. Он специально одурманивает свое сознание, он принимает какую-то пищу, он принимает какое-то общение, чтобы забыть обо всяком смысле жизни, чтобы не задуматься, потому что у вас будет кризис. Если вы задумаетесь, что вы живете бессмысленно, то у вас будут проблемы. Это что? Это уже проблемы начались. Это уже проблемы. В голове так происходит, когда вы думаете, и ответа не находите. О смысле жизни. Вот такие вот. Кто-то нам жучок вставил, а не должны думать, понимаете? И вот такие вот последствия. Я не нахожу ответов, понимаете? Я не знаю, не знаю, зачем, зачем, зачем. Но если вы сами непосредственно принимаете пищу, вам нетрудно претереть и машину. Если вы действуете как душа, заботясь прежде всего о духовной пище, у вас всегда будет энтузиазм, энергия жить, у вас будет смысл, ради чего все это делать. Вам будет нетрудно поддерживать машину. Микрофон забунтовался. Он работает? Слышно? Есть звук? Есть звук? Здесь звук есть? А там, в зале есть звук? Есть? Хорошо. Погромче. Вот я очень плохо ориентируюсь в этом зале со звуком. Какой-то разрыв здесь в звуке. Зал как будто не присутствует здесь. Такое впечатление. Большая сцена, высокие потолки. И вот такой звуковой барьер какой-то стоит. Ну, неважно. Но продолжаем говорить. Звук погромче сделайте микрофон. Итак. Итак. Духовная пища. Духовная пища. Духовная пища. Духовная пища. Как называется? Попробуем еще раз. Еще раз. Он исправился? Может быть, микрофон не знает. Итак. Как называется то место, где люди получают духовную пищу? Ну, вот скажем, где мы получаем материальную пищу. Кафе, столовая, ресторан. А как называется место, где мы получаем духовную пищу? Кто знает. Ашрам, правильно. Ашрам. Ашрам. Это место, где мы получаем духовную пищу. Любое место, где мы совершаем духовную практику, называется Ашрам. Это место, которое регулирует нашу деятельность, регулирует нашу жизнь. Например, вы ходите на работу каждый день. И там есть специальный порядок, есть иерархия, к которой мы подчиняемся. Есть вот эти регуляции. Это называется варна. Варна. Варна означает профессия, работа. Она организована. Есть Ашрам. Он тоже организован. К сожалению, в современном мире люди думают, что работа должна быть организована. А семья – нет. Я просто живу там, как хочу. Это мое личное дело. Нет, 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 нет. Вот это серьезное заблуждение. Вот это понимание собственной независимости. Отделенности от полного целого. Человек не должен жить независимо от социума людей, от других семей, от времени, которое сейчас. Кали-юга. Мы должны учитывать время. Должны учитывать деятельность других людей. Свою карму. Гунны материальной природы. Мы должны учитывать, что есть душа и сверхдуша. То есть у нас есть обязанности дома и на работе. Это называется семейная жизнь. Если семейная жизнь не имеет никаких обязанностей, или люди хотят освободиться от обязанностей, это не Ашрам. Это называется место зависти и чувственных наслаждений. Мы ограждаем свою квартиру, свой дом. Называется Дурга, крепость. Для чего? Чтобы заниматься там чувственными наслаждениями. И иногда подсматриваем, что там делают другие. Ну, культурным образом, через телевизор. Вот так, может быть, не культурно, а в окно подсматривать. Но в телевизоре можно найти, в интернете, все что угодно. Можно подсмотреть любую часть жизни, часть человека подсмотреть через видеокамеру. Это оплачивается, распространяется. Это называется глаза зависти. Я наблюдаю, кто еще как наслаждается, какие еще чувства наслаждения есть там, там, в той стране. Как это делают люди там, как это животные делают, как они едят, как они спят, как закупляются, как обороняются. А как люди это делают. И все. В этих четырех сферах протекает жизнь человека просто в семье, когда он чувствует смысл жизни в чувственных наслаждениях. Он это осознает. Бессмыслица. Он считает, что не нужно задумываться слишком глубоко о каких-то смыслах жизни. Это причинит тебе кризис какой-то. Ты начнешь сомневаться в том, что ты делаешь. Неуверенность почувствуешь. Более ты даже можешь испугаться. Знаете, когда мы обсуждаем эти ведические темы космологии или реинкарнации, или как душа трансмигрирует из жизни в жизнь, что она вечно это делает. И когда люди это слушают, час, может быть, в лекции, с некоторыми становится плохо. Страх сильный приходит, когда они начинают ощущать эту реальность, настоящую космическую реальность, вот эту свою душу. Потому что на самом деле такое маленькое временное прибежище на несколько лет в этой жизни. Мы меняем это тело, чтобы снова сменить положение. И так это продолжается. Мы не имеем здесь прибежища никакого. Потому что нам хочется вечного прибежища. Нам хочется, чтобы моя семья была постоянной, вечной. Моя стабильная заработная плата и так далее. Ничего не менялось в жизни. Дети всегда были со мной и прочее. Но все, имеют другие законы. То есть, либо мы сразу это получаем в процессе знания, эту реальность. Либо в процессе опыта, продолжительного опыта. Но получаем то же самое, то же самое знание. Человек живет очень коротко, немного. Несколько десятков лет означает, что не может получить опыт жизни, например, Вселенной. Он даже не может понять, что происходит на этой планете толком. Да он вообще ничего не знает, когда рождается. Он не знает, он понятия не имеет, кто он, зачем родился и что он должен делать. Ему говорят старшие, сейчас играй, потом будешь учиться. Сейчас пора заканчивать школу. Сейчас нужно подумать о работе. Потом будет семья. Он все это получает знания. А старшие откуда взяли это знание? Услышали о других старших? Никто ничего не знает. А люди не знают, что это за жизнь. Жизнь Вселенной описывается как день, брамы, космические размеры времени, юги описываются, эпохи, планетные системы, процесс творения. Все это грандиозно. С нашей точки зрения непостижимо, неизмеримо вообще. И как только мы в этом задумываемся, у нас начинаются сложности. Как с таким знанием жить вообще? Тогда зачем добывать деньги, зачем семья? Тогда в чем же смысл всего этого нужно найти? Оказывается, человек может познать полное целое согласно своему ашему и варне, профессии и духовному укладу. Духовных укладов бывает четыре. Период ученичества, период семейной жизни, период отшельничества и период отречения. Это духовные уклады жизни. По степени знания и отречения. Жить начинается с получения знания в Брамачаре Ашами. Брамачаре, значит, любит правду, любит истину. Это ребенок. Ребенок любит правду. Если ему скажете, иди сюда, я тебе сейчас скажу правду, он заинтересуется сразу, что за правда. А это правда, он скажет, это чистая правда. Они любят в правду правду получать. Честное слово, честное слово. Правда, правда. Они любят учиться, постигать какую-то истину, какую-то правду. Это Брамачаре. Это первый этап. Они любознательны, им интересно получать что-то новое, они интересуются, спрашивают. А затем это переутверение пройдет. Пройдет это любопытство, естественно, и будет смениться на практическое любопытство. Как комбинировать материальные элементы, как что-то создавать из них новое. Материалы какие-то ученые выдумали. Самолеты, самолетостроение, если взять, они долго искали подходящий материал. Вот этот дюралюминий, сейчас и делают самолет, он легкий и проч, но очень долгое время искали вот этот материал. Это делают уже взрослые люди. Они исследуют таблицу Менделеева и комбинируют при помощи химии, законов физики, что-то новое создают. Это уже другой возраст, другой период жизни, практичность называется. А Абрам Ачарь означает, вы с ним говорите об абсолютной истине, о Боге, о душе, о космосе. То есть это юношеский полет как бы разума, сердца, это мечты, это большая какая-то любовь, великие цели. Вот с этого начинается жизнь человека. То есть с самого начала ребенка направляют на великие дела, настраивают взрослые люди. Это называется обучение. На великие дела. А затем учат быть практичным, помня, зачем он это делает. Великие дела. Нужно достичь чего-то великого, большого. И затем в семейной жизни, поскольку человек будет заниматься практичными вещами, вот знаете, вот буквально, вот деньги зарабатывать просто. Просто на хлеб нужно что-то иметь, такое простое. Ему нужно напоминать о том великом, что он изучал в прошлом. Грехасха ашрама означает, что должна быть хорошая духовная практика, постоянное слушание. Слушание Шриман Бхагаватам, слушая Священное Писание, слушая Святое Имя, медитация. Иначе нас поглотят материально вот эти дела. Это грехасха ашрам. Если этого нет, это не ашрам называется. Греха метхима говорим. Развивается зависть просто. Почему у меня вот, почему у других это есть, я тоже хочу. Почему люди так живут, почему я не так живу. Всегда вот это противопоставление, сравнение. Прогресс, материальный прогресс, он основан на зависти. Почему у них такие хорошие машины? У нас тоже такие хорошие. Почему они ездят на слонах, едят маслогие? Я тоже хочу ездить маслогие на слонах. Как только мы увидим у соседа нашего хорошую машину, у нас начинается материальный прогресс. Мы тоже начинаем действовать в этом направлении. Вот это материальное существование. Но веды объясняют, что это искусственно создано, потому что прежде всего человек должен позаботиться о том, чтобы его душа и ум были удовлетворены. Он должен быть удовлетворен, научиться быть доволен тем, что имеет сначала. Прежде чем будет развивать что-то, сначала освободиться от зависти нужно. Что такое зависть? Это антоним слова «любовь». Зависть и злоба – это синонимы. Вот сначала нужно освободиться от этой зависти, которая порождает недоверие и даже раздражение, чувство враждебности или злобы, или гнева. А потом, потом люди могут сотрудничать. Это ведические предписания. Поэтому нужны ашемы. Каждый уклад жизни, он духовен должен быть. Каждый этап жизни – духовен. И семейная жизнь означает маленькая семья. Я беру ответственность за маленькую семью. Та, которая мне нравится. На самом деле, человеку нравится просто кто-то один. Выбирает себе женщину, которая ему нравится, женщину – мужчину, который нравится, а не женится. Все. Это его единственный выбор. Все остальное он выбирает, нравится или не нравится, его никто не спрашивает. Дети рождаются уж какие есть. Вы тут не выбираете, не так ли? Они вырастают, у них свои представления, свой характер, и вы должны принимать их такими, как они есть. Ваша любовь становится другой. Вы должны принимать этого ребенка. И он приведет потом еще друзей в дом. Они, может быть, вам совсем не подходят. Но вы принимаете, друзья, вашего ребенка. А потом ваш сын приведет невесту в дом. А вы такую невесту себе вообще не выбирали для него никак. Или и ваша дочь приведет жениха, о котором вы давно не мечтали никогда в жизни. И вы это принимаете. И вы потом уже принимаете все без выбора. Один только выбор в жизни есть – выбрать мужа или жену, и все. А дальше жизнь просто дает… И вы должны это принимать. И если это я делаю для чувственных наслаждений, я буду все время недоволен, понимаете? Вот не такие дети. Вот не такие друзья. Вот муж не такой стал. Но если это ашрам, то это второстепенно, какие они. Важно, что они духовные. И у нас одна цель. Мы едины в цели. То есть семейная жизнь, она крепка тогда, когда есть духовный смысл жизни. Освещенный брак называется. Если он не освещен, значит, он основан на сексуальных желаниях. Хорошо. Но это сексуальное желание постепенно, оно присутится. Что с этим делать? Отношения ослабевают, интерес ослабевает, естественным образом. Нет, по привычке вы живете даже в семье и поддерживаете все, поскольку это ваша привычка, ваш долг, ваша привязанность. Но! Но вы уже смотрите на кого-то еще. Вот почему браки распадаются. Так, так много. На кого-то смотрят еще. Они пытаются менять партнеров, думая, вот есть лучший человек. С этими человеками уже скучно, понимаете? Он неинтересный. Это раньше он какой-то был интересный, а потом он испортился со временем. А теперь я нашел вот другого человека, или я нашла другого человека. С ним так интересно, так вдохновляюще, совсем все по-другому. Настоящая жизнь, понимаете? Хорошо, потом повторяется все то же самое, потом то же самое. И веды говорят, из жизни в жизнь повторяется одно и то же самое. Один царь воспитывал сына, что был наследник престола. Он очень гордился им. Сын был очень разумный, подавал большие надежды. А когда пришло время ему занять престол, отец сказал, ну все, готовься к очень важной роли. Ты мой наследник. Ты теперь займешь престол. Тебе нужно жениться и начать эту деятельность. Наш тот сын отреагировал странно и сказал, отец, я не буду жениться, я не займу престол. Я хочу принять отречение. Я уйду в лес медитировать. О, что тебе в голову взбрело? Ты просто что-то там пообщался с кем-то или что-то услышал, возможно. Нет, нет, дорогой, это придет время, ты еще молод. Это потом. Сейчас должен жениться и вот много трудиться. У тебя будут обязанности, у тебя будет власть, у тебя будут деньги, у тебя будет положение. Давай используйся, наслаждайся жизнью. А потом, когда ты присытишься, когда ты уже состаришься, потом ты удерживляешься, будешь медитировать. А я сказал, я не хочу все это делать, что ты мне говоришь, потому что я помню, я помню сотни прошлых своих жизней. И в каждом воплощении мне говорили, женись и работай. Отец, я хочу прекратить все это, я не пойду, я не буду, я не принимаю престол, я пойду в лес медитировать. Пришло время. Когда-то должен заняться этим. Это история, история об отречении, что рано или поздно человек достигает этого состояния отречения, но если он не получит знания, это трагедия. Кто такой человек в отречении без знания? Это бомж. Или это потенциальные самоубийцы, это привидения ходячие. Видели таких отреченных людей? Угасшие люди, да. Но это естественно говорится. Если мы обретаем материальный опыт, он приводит всех к этому именно, к разочарованию. Рано или поздно вы будете разочарованы. Не важно сейчас, какой у вас успех, не успех, не имея значения молодости или что-то еще, это все пройдет. Это все пройдет. Это временно все. И когда мы с этим моментом временности столкнемся лицом к лицу, вот с такими потерями, мы будем разочарованы. Каждый. И не обладая знанием, нас сокрушит это разочарование. Мы не выдержим этого. Мы станем асоциальными. Многие-многие великие, богатые люди умерли в нищете, в одиночестве. Очень многие. Как тенденция к этому. Просто потому, что они были в конце концов разочарованы. Даже царь Соломон был разочарован. Представьте. Сделав такой великий, создав такой храм, самые великие дела, он в Троецарстве это царь Соломон сделал. И что же он сказал? Все это суета-суета. Он был разочарован. Сказал, что это бессмыслится. Если даже вы сделаете что-то очень великое в этом мире, то, может быть, даже никто это не оценит? Если вы такой великий, то, может быть, даже это никто не увидит и не заметит. Об этом он и говорил. Он смотрел на своих потомков, на своих сыновей и думал, они, похоже, даже не понимают, что я сделал. Они при моей жизни хотят просто разорвать это царство на части, на куски для себя. Они даже не понимают, что я сделал и ради чего я жил. Все это суета. Суета, он сказал. Вот уж какой парадокс. Смотрите, какая ловушка. Вы хотите делать хорошие вещи, вы делаете сверххорошие вещи, а никто даже не понимает, что это хорошо. Но превзошли возможности людей. Соломон был таким. Например, вы распространяете сознание Гришна. Многие люди могут не понимать, что в этом хорошее вообще. Суета, сует, мы думаем. Кому это нужно, правда же? Нет, не совсем так. Дело в том, что эти вещи требуют некого знания, подготовки. Опыт, который человек должен получить еще в юности, когда обучается. Опыт духовного самосознания. Вот сейчас таких школ пока еще нет. Таких институтов пока, где обучают духовные науки именно. А в семейной жизни он это воплощает. Вот какая вещь. Там нет никакой бессмыслицы, потому что мы живем в маленькой семье, чтобы познать большую семью. Есть маленькая семья, есть большая семья. Семья Бога существует, а чуть-чуть, а Готра существует. Это великая семейная жизнь. Есть такая, знаете, замкнутая семейная жизнь, ограниченная семейная жизнь, какая-то дурга, такая крепость строится, где мы просто закрываемся для чувственных наслаждений, чтобы не было свидетелей, как говорил Чарва Камуни. Где у нас есть масла ги, есть транспорт свой, вита, апта, гриха, сута, говорят веды. Четыре вещи интересуют семейного человека. Дом, гриха, апта, вита, это деньги, деловые бумаги, сута, да, транспорт, сута, сыновья, деньги или деловые бумаги, транспорт, сыновья, дом, все вокруг этого. К этому сводится вся семейная деятельность. То есть, говоря грубым языком, грихаски только об этом и думают. Где взять деньги, где взять деньги, где взять деньги, сколько там денег, сколько там денег, сколько там денег, какой там курс доллара сейчас, сколько стоит, сколько стоит, где взять деньги, где взять деньги. Птицы щебечут, чирик-чирик-чирик-чирик, о чем мне говорят, а то же зам, только по-другому. Тоже гриха, апта, сута, это тоже зам. Да, правопады однажды сидели под деревом с учениками, он говорит, там птицы щебечут. Правопада спрашивает, а что вам говорят эти птицы? Мы все-таки смустились, мы не понимаем, правопада. А вы, говорит, послушайте, это же очень простой язык. Все слушают внимательно. Нет правопада, ну ни слова не понятно. Ну очень просто. Они говорят, где секс, где еда, где спать, с кем общаться? Это их настроение. Собаки скулят и лают, и визжат, это о том же самом. Кошки мяукают или мурлыкают о том же самом. Язык у всех одинаковый, видите, потребности те же самые. Все живут одними, одними потребностями тела. Тело – это еда, солнце, выкупление, обороны – это биологическая основа. И если кроме этого ничего нет, то жизнь будет пуста внутри. Человек это способен осознать, он предназначен для самоосознания. И зачем же нам сознавать эту пустую несчастную жизнь? Без развлечения она пуста и непривлекательна. Если нет телевизора, если нет интернета, если нет сотового телефона, если нет еще каких-то атрибутов, она пуста. Понимаете? Я страдаю на самом деле в жизни. Вот она реальность ваша. Реальность – это страдание тогда. Если мы себя ограничим от чувственных наслаждений, то тогда мы страдаем. Вот какая-то реальность вы нас призываете? Нет. Настоящая реальность. Это иллюзия страдания. Иллюзия, когда мы сосредоточены на себе и замкнуты, и тогда мы не можем жить в этом большом мире Бога, и поэтому мы страдаем. Мы отделены, оторваны от Него. Изолированы. Это самоизоляция называется. Это как быть в одиночной камере. Но семейные обучают людей общаться широко, открывать свои двери, приглашать гостей. Это совсем другое пхавое настроение. Как один ученик спросил Прабхупаду, скажите, какие главные правила для счастливой семейной жизни? А мы же все хотим знать об этом. Что же такое настоящая счастливая семейная жизнь? Он спросил Прабхупаду. И Прабхупада сказал ему, всякий раз, когда ты собираешься поесть, пообедать, ты выходи на улицу. И громко зови в дом гостей голодных. Греха сходложен. Громко сказать. Кто-то голоден? Заходи. Обед готов. Не один раз нужно сказать. Потому что один раз, когда скажете, люди откажутся. Нет-нет, мы не голодные. Должны второй раз сказать, пожалуйста, я приглашаю. Все готово. Если кто-то хочет есть, заходи, будь гостем дорогим. И третий раз еще нужно более убедительно сказать. Ну, от всей души. Не обижайте. Заходите. И кто-то обязательно придет к вам. Не так ли? Вот так. Вот так греха сходоживет. Слово Прабхупада. Все. Человек подумал, ученик. Никак не мог понять, как это применить к европейской, американской жизни. И снова спросил Прабхупада. Это я понял. А какие основные законы счастливой семейной жизни? И Прабхупада снова ему повторил то же самое медленно. «Ты готовишь же обед? Ты готовишь же обед? Ну вот. А перед чем поесть, выходишь на улицу. И громко три раза вот так руки рупором складываешь. И у него микрофон устанавливаешь, хороший только, не квакающий. И говоришь, кто голоден, заходи, пища готова. Трижды должен пригласить от сердца. И когда ты покормил гостей, доедаешь все сам потом. Все твое». Ученик снова подумал, ну, Прабхупада что-то говорит из какой-то другой культуры. Он, видимо, не жил в Америке. Прабхупада, а вот для семейной жизни самой, это я понимаю, что нужно гостей угощать, а для семейной жизни какие есть правила предписания счастья? Третий раз ему говорит, когда ты готовишь и приготовил обед, выходишь на улицу и громко объявляешь всем, кто голоден, заходи. Больше ничего не сказал. Другого правила нет. Так что раз в неделю семейный человек должен приглашать гостей, говорится, минимально. Готовить пир на свои деньги, не собирать пожертвования. На свои заработанные деньги он для этого работает именно. Если мы говорим о поддержании тела, это одна сторона. А где же развитие? А развитие в том, что приглашает гостей и кормит их чистой священной пищей. И вот это развитие взаимоотношений. Это социальные отношения. Это наша большая семья. То есть, главная наша обязанность – ходить по гостям друг к другу и съедать то, что нам дают. Все. Правда, мы вегетарианцы, поэтому мы не можем везде ходить повсюду. Мы ходим к преданным, где есть священная пища именно. И мы другим говорим, что нужно готовить именно чистую священную пищу, потому что, когда вы едите чистую священную пищу вместе с кем-то, у вас появляется духовная связь – йога, родство. Йога – приема пищи. С одной стороны, вы сами наполняетесь сознанием Кришны, с другой стороны, когда это вместе делаете, у вас появляется общий вкус. Что такое семья? Это общий вкус. Что такое муж и жена? Это общий вкус, общая любовь. На вкусе основывается эта культура. Здесь же вкус духовный вкладывается. А это означает, что любой человек может стать членом вашей семьи. Мы все телесно разные, а духовно мы все качественно одинаковые. И когда мы постигаем эту сторону духовных отношений, мир становится нашей семьей. Любой, кто приходит к нам в дом, принимает священную пищу, становится нашим другом. Если вы даже собаку накормите, вкусная пища, она станет вашим другом. Не говоря уже о человеке, если вы это с любовью сделаете, как он это осознает глубоко, как он оценит это все? Гостеприимство, любовь, уважение, вкусную пищу, с любовью, человек это оценит на всю жизнь. Кем бы вы ни были, если вы проявите любовь как хозяин дома к гостям, они это всегда оценивают. И они потом подражают этому, говорят, «А теперь ты к нам в гости приходи, я это еще лучше сделаю для тебя». Начинается соревнование любовное, смотрите. Как это возможно, скажем, если вы приглашаете человека выпить водки? Соревнование быстро заканчивается. Это нельзя бесконечно развивать эти отношения, потому что это яд. Это отравы для души и для ума. И просто вы гибнете, вы исчезаете, просто ваше сознание разрушается, ваши качества разрушаются. В кого вы превращаетесь? Но здесь соревнование другое, здесь соревнование духовное. Оно безграничное. Что бы я хотел сказать о самой семейной жизни? Я не хочу ничего сказать. Ее невозможно улучшить само по себе. Иногда люди спрашивают, что, какие рецепты дадите, как улучшить свою семейную жизнь? Нет никакого рецепта, кроме духовной практики. Не существует рецепта никакого. Это невозможно. Более того, в Веккале говорится, что семейная жизнь проклята. И очень трудно, очень трудно поддерживать семью в Веккале. Если даже у вас два, просто два ребенка, это очень трудно. Один ребенок, вы еще справились, но два ребенка – это уже трудно. Вы на износ работаете. Трое, четверо – тяжело. Крайне тяжело семейным людям. И они становятся бессердечными. Вот в чем проблема. Вот что Прабхупад сказал. Они думают, что их семейные дела важнее по поддержанию семьи, чем распространять духовные знания повсюду. Бессердечный человек. И вот он страдает, становится бессердечным, отделенным от общества, борящимся в одиночку, ухажив сам за себя. Представьте, какая жалкая картина семейных отношений. А ведь все очень просто. Мы все живем в одной большой семье. Это же очень просто. Если не ведь это сознание, отделение эгоизма, вот это чувство собственности, просто начинается с гостей, это простое начало. Просто приглашаете, вы кормите освященной пищей, вы общаетесь, сокровенным образом общаетесь. У вас появляются настоящие друзья, которые понимают вас. На духовной основе мы всегда поймем друг друга. В семье то же самое. Мужчины и женщины никогда не поймут друг друга, пока они поймут, что они из душа. Духовное сознание прежде всего должно быть. Что мужчина и женщина – это разная физиология, разная психология, разное физическое предназначение, материнство и отцовство. Они как люди с разных планет, говорит Грей. Мужчина с Марса, женщина с Венеры. Так он написал книгу, под таким названием. Никогда не поймут друг друга. Один великий философ проповедник сказал, что женщину не нужно понимать вообще мужчине, ее нужно просто любить. Да, ну а как любить всю жизнь эту женщину? Он не сказал. Без Бога, без вытухотворения, без освященного брака это невозможно. Например, пища тоже надоедает. Вы едите одно и то же, в ресторанах, в столовых, не знаю, редко что-то такое привыкаете. Автоматически – это хот-дог. Автоматически – это мы. Но про сад никогда вы не едите автоматически. Вы всегда испытываете счастье. Освященная пища никогда не приедается. Согласны? У нас воскресные пиры регулярно. Кому не надоели? Те же Гулабджимуны, та же Халава, те же Сабджи, тот же лист. Каждое воскресенье в полном счастье. Когда-то я стоял у одного кафе, где-то около часа, наверное, я ждал машину. В ожидании. Пригородное кафе. И мне пришлось обратить внимание, что люди заезжают туда с дороги поесть. Я бросил взгляд. Машина остановилась. Вышли люди из кафе. Злые, очень голодные. Вы знаете, голодный человек, злой немножко такой, раздраженный. Да неудовлетворенный такой. Я подождал полчаса. И они вышли из кафе такие же злые, неудовлетворенные. Я очень удивился. Потом вспомнил, а это же не просад. Это же обычное кафе. Оно не приносит счастья им пищи. Только вкус. Если там чуть что-то недосоленное, чуть-чуть не так, они уже раздражены. Крайне раздраженные люди. Но просад, даже если не соленый, удовлетворяет душу. Предные раньше готовили у них, ну у нас в кулинарии такой не было, изысканной. Мы иногда просто одну гречку без соли приготовим на намахату. Денег не было или мало ли что еще, или вообще ничего не было. И гречку на воде без соли, без масла. Это был просад. Знаете, я мечтаю снова о таком просаде, который раньше Кришна нам посылал. В тех условиях. В тех условиях все было просто нектаром. Это удивительно. Просто картошку отвариваете и такой просад. Удивительно. И сейчас, когда у нас уже много условий, требуется, конечно, уже другая культура, другой подход к этому. Более высокий стандарт, чтобы ощутить вот этот просад именно. Тогда было столько милости, что у нас не было возможности. То есть в семейной жизни нужно научиться служить Кришне от всей души, от всего сердца. Кришне говорит. Патрам, пушпам, пхалам, тоям, юмем бахтя, парая, чхати. То есть цветок, листок, плод, немного воды. С любовью и преданностью я это принимаю. И вот богатые люди есть такие, знаете, у них там, холодильники, машины, а Кришне, листок, цветок, флот, немного воды. За столом он принимает, он перы такие садится. Он же сам говорит, ему много не нужно. Что ему нужно Богу вообще? Но преданное служение означает, что Мой ум, мой дом, мой разум, мои близкие – это все для тебя. Это все твое. Вот что такое семейная жизнь. Вот в чем смысл счастья. Все это предложить Кришне нужно. Кришне – всепривлекающему Господу сердце. Источнику счастья, расы, любви и премы. Он единственный объект поклонения для всех живых существ, говорится. Единственный. Но многие люди хотят стать Богом, не хотят служить Богом, но хотят стать Богом. Хотят стать такими всепривлекающими, чтобы их уважали, чтобы на них смотрели красивыми. Хотят сами стать Кришной. Но в этом причина несчастья. Мужчины и женщины не должны подражать Богу. Нет. Они должны быть честной семейной жизнью. Перед Богом честной. Освященный брак должен быть. Пока мы не поймем братство душ, нам очень трудно будет понять, что такое семья. Лишь на какое-то время они встречаются, а потом чувствуют раздражение, не знают. Просто не знают. Ну как жить дальше счастливо? Так сложно. Каждый день сложности какие-то. Потому что нет Кришны. Поэтому в каком бы ашме мы ни находились, в семейной жизни, или мы обучаемся, или мы отходим от дел, ближе к Кришне становимся, или мы полностью отрекаемся от всего уже в старости, придаемся Богу на сто процентов, в центре Кришны от начала до конца. В этом суть единства людей. Это и есть тот самый центр всех жизненных энергий. Бог источник всего. Это высшая сила духовная, высшая жизненная сила. И мы его частички, мы пытаемся это познать в этих ашрамах, в этой семье. Семейные люди должны иметь миссию. Нельзя просто бездумно работать всю жизнь, забыв о главном. В этом назначение как бы учение, учение Шила Прабхупада. Что каждый человек, он должен быть слугой Кришны. У нас время на вопросы. Пять минут. Многие из нас приходят в Искон уже в возрасте. 25-30 лет. Да, большой возраст. Уже нет времени ни на Брамачаре, ашрам, у незамужних девушек остается не так много времени, чтобы пройти греха с ашрам. Какие шансы успеть обрести знания и пройти все ашрамы и сосредоточиться на приобретении знания? Вопрос неправильно поставлен. Как одно другому мешает? Непонятно. Как мешает греха с ашрам получению знания? Кто мешает? Кроме телевизора никто не мешает. Никто не мешает. Вы сам хозяин в своем доме. Вы можете рано лечь, рано встать. Заняться медитацией. Вы можете изучать книги пропады, приглашать к себе гостей. У вас есть все стопроцентные возможности для служения Богу сейчас. Сейчас в это время в Москве сто восемь процентов есть у каждого. О чем же вы спрашиваете? Что вы имеете в виду? Почему вы думаете, что-то не сочетается? Возможно, вы ставите какие-то неестественные планы в своей жизни. Возможно. Возможно, все хотят стать миллионерами. Я не знаю. А почему нельзя жить просто и возвышенно и счастливо? Почему нельзя дать просто пример счастливой жизни? Пусть она будет не богатая, а обычная жизнь, но счастливая жизнь. Вот о чем речь идет. Материальные стандарты жизни сейчас очень поднялись. Видите, вот нужна машина, конечно же, в городе живете. Нужны деньги и немалые, чтобы здесь вот в Москве прожить, чтобы покупать продукты и одежду. Безусловно, да, так. Но это не означает, что все должны жить по этим стандартам. Все должны быть счастливы. Можете не принимать такие стандарты. Я тоже пришел в сознание, мне было 27 лет. Я был уже женат, у нас был ребенок. Я как-то живу. Вместе с женой. Вот жена здесь сидит, тоже живет. Дочь тоже живет сейчас в Индии замужем. Как-то мы живем в сознании Кришны все эти годы. Почему? Почему мы не можем? Можем. Это вопрос просто нашего искреннего желания. Если у нас искреннее желание служить Кришне есть, Кришна постепенно даст больше и больше возможностей для этого. От нас требуется только искреннее желание. Если сейчас что-то не получается, не беда, потерпите. Чуть позже получится. Ведь Вы же Кришне служите. Ведь Он же заботится о преданных. А мы не бедные, Прабхупа сказал, Кришна самый богатый. Кришна самый богатый. Как Вы можете быть бедными? Искон бедный организация, если мы в таких залах сидим, программы проводим. Нет, а у преданных денег нет, видите? А на программы Кришна дает? Кто-то из преданных голодает? Если 16 кругов повторяете, Вы не можете голодать, Прабхупа сказал. У Вас никогда голода не будет. Вы надежно защищены уже. Нам нужно просто избегать ошибок в духовной жизни. Нам нужно научиться быть добрыми. Это касается особенно семейных людей. Семейные люди с чувством собственности становятся не очень добрые, становятся несколько завистливые и ссорятся. Вот в этом проблема. Вот когда мы распространяли Прасад в Армении после землетрясения, люди жили на улицах, в палатках, никто не мог войти в те разрушенные дома, боялись новых толчков. Ужас был, разрушение просто, что люди пережили. И когда мы кормили людей, мы видели, что все по-разному реагируют на нашу, так сказать, добродетель, на нашу благотворительность. Дети этого не замечают вообще, они как должное принимают. Юноши принимают, но не с такой благодарностью, что можно было бы отец, и без этого мы и сами могли бы выжить. Они самоуверенные в этот возраст. Взрослые говорят, вы могли бы все лучше делать, вы обязаны заниматься благотворительностью, могли бы еще лучше все организовать. Но старики, которые пережили в этой жизни многое, и они мудрее, они понимают, что это не организация. Это не просто какая-то благотворительность. Это чье-то сострадание, чья-то доброта. Он говорит, вам, дай Бог, здоровья. Господь с вами, благословляем вас. Вот то, что вы делаете. Только старые опытные люди могли сказать, отреагировать адекватно на то, что делают люди. Понимаете, семейная жизнь, она может нас делать бесчувственными. Мы ждем еще, говорим, все должны, должны. Никто ничего не должен. Мы должны служить Кришне. Вот мы забыли об этом. Права, права, мои права. А где твои обязанности? Ты забыл главные свои обязанности. Санатана Дхарму забыл. О каких ты еще правах говоришь? Если не выполняем никаких серьезных обязанностей, то людей не остается прав. Мать обязана кормить своего ребенка, а ребенок не должен говорить, что это мои права, давай мне пищу. Обязанности нужно понять свои. Семейные люди не должны быть бессердечными. Они должны распространять духовные знания. Иначе мы не сможем выбраться этой западней. Каждый в одиночку будет сражаться. Это невозможно. В одиночку все погибнут. Майя. Майя иллюзорная энергия. Как вы справитесь с ней в одиночку? Но вместе мы очень сильны. В чем разница высшего образования, института и брамачария, ашрама? Что принесет больше блага? Это зависит индивидуально от человека. Что лучше для него? Оставаться брамачарием всю жизнь, либо получить высшее образование и еще какие-то обязанности в социуме выполнять. Это индивидуально нужно рассматривать. Есть люди, которые по природе своей брамачарии всю жизнь ничего не нужны, не заинтересованы, отречены. Они могут это брамачарием, а потом принять саниасу позже. О них не беспокойтесь, их единицы. Они не изменят существенно наш социум. Но это очень хороший пример духовной практики. Если человек пойдет другим путем, ему нужна семейная жизнь, нужно образование получить, нужно квалификацию обрести, научиться чему-то, да, да, он должен получить образование какое-то. Это индивидуально решается. Похоже, что в наше время стекло и так ничего не прочитало из книги. Спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, давайте поблагодарим вашего замечательного гостя за замечательную улицу. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОПЛОДИСМЕНТЫ